Пожалуйста, еще вопросы? Глава администрации села Красногорка Николай Михайлович Киренчук. Александр Владимирович, два наболевших вопроса, которые касаются непосредственно нашего села Красногорка. У нас между селами Красногорка и Те есть карьер. Там, где добывают гравий, песок и тому подобное. Уже не первый год у нас длится эпопея с запретом проезда большегрузных машин, которые перевозят больше 30-40 тонн. Обращались в разные службы, в точности в госадминистрацию, и не один год уже. И вопрос то решался одновременно, машины переставали ездить. Но вот в последнее время они, наоборот, участились ездить. Пытались делать какую-то объездную дорогу. Но не получается этим машинам, не знаю, по каким-то разным причинам ездить через объездную дорогу, ездить через село. И просто у людей лопают дома, бассейны, заборы и тому подобное. И в точности ухудшается качество того, что осталось асфальта. Олег Петрович, Вам слово, зачем, как вы говорите. Значит, буквально на прошлой неделе я встречался в Дальней Красноборке с жителями, наши проблемы поднимали. И договорились, что на следующей неделе мы организуем встречу с директором карьеры Левена, да? Да. Игорь Теодоровичем, да? Я с ним встречался 25 июля. И на следующей неделе у нас будет заездная встреча на территории директора Красноборка. Значит, предварительно будем обсуждать вопрос о стерновательной дороге, строительстве, там небольшое участок. Я думаю, что сложности этот вопрос для директора карьеры не предоставит. Я думаю, что вопрос решит. То, что Вы просили об установке лежащих полицейских на республиканской трассе. К сожалению, мы обращались в Министерство внутренних дел и получили отказ. В том плане, что на таких дорогах установки лежащих полицейских не прописано. Там установлены дорожные знаки, ограничивающие нагрузку на войск. Там установлены дорожные знаки, ограничивающие скорые движения. Тут уже, естественно, должен быть контроль со стороны работы службы. А то, что касается именно вошельской карьеры, мы тут тоже не решим. А по лежащим полицейским, почему такая потребность? Ну, чтобы ограничить хотя бы скорость этих машин. Потому что груженые не едут в связи там горка, они как бы еще набирают только обороты. А назад, когда они едут, то есть, вернее, загружаются в карьер, они с пол шестого утра носятся с такой скоростью, что стоит гул на все село. То есть, вы имеете в виду, что знаки висят, а там их не было. Не соблюдается это однозначно. То есть, там надо либо ставить камеру, либо пост ГАИ, либо лежачего полицейского. Для того, чтобы это работало. Хорошо. Когда поручение в Министерство внутренних дел, вращение по службе ГАИ, недельный срок еще раз эту ситуацию лично изучить и представить свое заключение. То есть, цель, не в лежащем полицейским, полицейским как таковым, а цель, чтобы скоростной режим соблюдался на этом. Здесь я попрошу Министерство экономического развития подключиться, не взять под контролем эту ситуацию, недельный срок его отработать, не доложить, и дальше будет решение. Спасибо. Спасибо. Еще один вопрос сразу. В 2013 году у нас государство приняло решение об укропнении системы водоснабжения. Вода раньше у нас стоила 3 рубля с копейками, потом это все по всему государству сделали 4,50. Это стало бить по карманам сельских жителей, особенно в сезон полива. Вот на данный момент у меня просьба такая, либо какую-то сделать льготу для сельского населения, в сезон полива хотя бы, чтобы люди могли выращивать овощи, потому что эта себестоимость выходит овощей очень дорогая. Либо, уже как раньше обращался тоже во все структуры, вернуть назад воду в ведение села, то есть в точности ЖКХ нашего. И уже я думаю, что мы сами самостоятельно сможем сделать это водоснабжение дешевле для жителей. Также еще, уже коль коснулась эта тема, мы самостоятельно решили вопрос вывоза мусора. И от меня, как от главы людей, требуют льготы. На данный момент я эти льготы предоставить не могу, потому что мы топчемся на месте, у нас денег хватает только на то, чтобы погасить налоги, вывезти мусор и рассчитаться по зарплате с двумя сотрудниками. Вот и все. Поэтому никаких льгот предоставить не можем и развиваться тоже не можем в этом направлении. Что касается единого тарифа на воду, то действительно были времена, когда эти тарифы были разные у нас по республике. К чему это приводило? Это приводило к тому, что в одних городах и районах тариф на воду был относительно ниже того показателя, который сейчас, а в других кардинально выше. Получилось таким образом, что воду-то все одинаково употребляют. Пенсионеры, учителя, врачи, работники реального сектора экономики оплатили все за нее по-разному. И объяснить это людям было довольно тяжело, потому что вода везде одинаковая, аж два вода стоит по-разному. Именно поэтому был введен усиленный единый тариф. Где-то эта вода получилась дороже относительно того, что было. Где-то дешевле, но в среднем платят все одинаковую стоимость. Насколько это справедливо или нет, вы знаете, мы неоднократно обсуждали этот вопрос и с общественными организациями, и с депутатами Верховного Совета. На сегодняшний день пришли к тому, что когда все платят одинаково, это все-таки более справедливо. Такая точка зрения есть на сегодняшний день. Что касается льгот на полив, то, о чем вы говорите, здесь поручение Министерству экономики совместно с Водоканалом в двухнедельный срок ваше предложение отработать. С вами свяжутся, вы более конкретно изложите этот вопрос, и через две недели мне доложат, будем принимать решение. Спасибо. Спасибо. А школьные каникулы уже не за горами. И чем детишек вам занять решают папы с мамами. Как от компьютера отвлечь, побегали, чтобы поиграли. Решение есть. Питбольный клуб «Наш Снайпер». Вы их поиграть к нам приводите. Все снаряжение в комплекте есть для каждого. Прони жилет на тенье, форма, маски. Ведь сами помним, как играли мы войну уже. В таком отдыху детишки будут рады.